Легальный список. С ноября в Беларуси заработает реестр перевозчиков. Должны включиться индивидуальные предприниматели и юридические лица. Какие условия? Тайное стало явным. В Костюковическом районе ветврач скрывал падеж скота. Главный ветеранный врач на протяжении года. Сколько буренок полегло? Широка душа. В Бобруйском районе прошел 15-й фестиваль народного творчества и ремесел «Глушанский хуторок». У нас есть что посмотреть, нам есть что показать. Чем развлекали гостей? А также социальная поддержка. И кому таблетки, капли и бинты, кому зеленка и жгуты. 15 октября отмечается День работников фармацевтической и микробиологической промышленности. Как сегодня работает отрасль. Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Все для народа. Александр Лукашенко заслушал доклад о совершенствовании социальной поддержки населения. На совещании во Дворце независимости вице-премьер, замглавы администрации президента, министр труда и соцзащиты, финансов, глава Федерации профсоюзов. Александр Лукашенко подчеркнул, белорусская экономика позволяет направить больше средств в социальную сферу. В стране реализуются обширные соцпрограммы. В центре внимания дети-сироты, инвалиды, многодетные пенсионеры. Речь пойдет сегодня на нашем совещании о вопросах социальной поддержки, как мы их называем, уязвимых категории наших граждан. Тема важная. Социально ориентированное государство. Ясно, что в такой ситуации, при такой политике мы и пенсионеров, и инвалидов, и детей-сирот должны поддерживать. Ну и вообще, потому как мы решаем эти вопросы, судя, это власть. Социальные программы, между прочим, у нас в стране очень обширные. Наша экономика представляет возможность направить больше денег именно в данную сферу, что мы и делаем. Но я уже несколько раз говорил, и перебора здесь быть не должно. Мы должны, принимая те или иные решения, всегда понимать, в какой ситуации мы находимся. И обязательно понимать то, что можем мы сегодня принимать, что не можем. И самое главное, выполним ли мы это. Белорусский лидер поручил максимально дебюрократизировать процедуру обращения за пенсией. Также потребовал усилить адресность социальной поддержки. Деньги должны дойти тому, кому помогает государство. Акцентировал Александр Лукашенко. Ошибки в бумажках. Правоохранители выявили схему сокрытия падежа крупного рогатого скота. Внимание сотрудников Б привлекло одно из хозяйств Костюковического района. По факту проведенной проверки следователи установили, одним из должностных лиц был скрыт недостаток. Главный ветеранный врач на протяжении года давал незаконные указания подчиненным сотрудникам о внесении в отчеты и товарно-транспорты накладные заведомо ложных сведений об отпуске скота в мясоперерабатывающий цех предприятия. За превышение служебных полномочий в отношении фигуранта прокуратурой возбуждено уголовное дело. По новым правилам. С ноября в Беларуси начнет работать реестр перевозчиков. Нововведение коснется городских и междугородных маршруток, такси. Основной приоритет – обеспечить безопасность людей и легализовать работу водителей. До ноября вступить в реестр можно бесплатно. После регистрации информация о работнике обойдется в одну базовую, о машине в две, о диспетчере в сто. В реестр должны включиться индивидуальные предприниматели, юридические лица всех форм собственности, которые выполняют перевозки пассажиров по заказам юридических и физических лиц. Всю необходимую информацию по включению в реестр можно получить на официальном сайте транспортной инспекции, а также сайте Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь. За 2024 в Могилевской области сотрудниками транспортной инспекции изъято порядка 60 автомобилей. Из них около 43 такси и 14 микроавтобусов. В Бобруйске за последние две недели у недобросовестных перевозчиков конфисковано две машины. Как в аптеке, 15 октября отмечается День работников фармацевтической и микробиологической промышленности. Производство лекарств – неотъемлемая часть всей системы здравоохранения. Основной вклад в появление медикаментов на прилавках вносят специализированные фабрики – 26 объектов по всей стране. Несмотря на богатый ассортимент уже готового товара, в Бобруйске две аптеки. На Минской и Дежурной на Интернациональной сохранили провизорские традиции. Производство экстемпоральных лекарственных средств на сегодняшний день остается по-прежнему актуальным, потому что оно позволяет найти индивидуальный подход каждому пациенту. Это выражается в том, что идет подбор индивидуальной дозы. Особенно это важно в педиатрической практике, там, где малышам идет расчет дозы на вес. Аптека делает много заготовок. Одна из любимых – это проторгол, который очень пользуется популярностью у населения. Готовятся прописи не только стандартные, но иногда очень интересные. То есть мы стараемся удовлетворить потребности каждого пациента. Производство было бы невозможно без квалифицированных специалистов – провизоров. Над заготовкой микстур, порошков, мазей, присыпок и многого другого трудятся как старожилы, так и новоприбывшие. В этом году в Бобруйске 25 молодых специалистов, готовых оказывать качественную и своевременную лекарственную помощь каждому. Национальная еда, динамичный концерт, ярмарка, мастер-классы от лучших ремесленников Беларуси – все это глушанский хуторок. Фестиваль собрал десятки гостей из крупных городов и района. Почему народный праздник так полюбился жителям республики, узнала Юлия Вернер. Яркие краски осени смешались с феерией праздника. Глушанский хуторок распахнул свои двери для всех, кто готов открыть свое сердце радости и веселью. Самобытный народный фестиваль «Ремесел» принимает гостей в 15-й юбилейный раз. С каждым годом желающих приобщиться к аутентичной атмосфере все больше. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сюда собрались мастера не только из поселка Груши, но и всех близлежащих деревень. Здесь есть мастера своего дела по соломке, плетению из лозы, бондарьскому телу. Но основным и главным все-таки остается у нас гачарное дело. В 2016 году был присвоен статус районного. С 2018 года фестиваль уже со статусом регионального. Мы растем, я надеюсь, что мы выйдем на статус международного. Он набирает с каждым годом все больше и больше популярность. К нам приезжают и приезжают люди. Не только в рамках фестиваля, приезжают и в будние дни, и с экскурсиями приезжают. Потому что у нас есть что посмотреть, нам есть что показать. Народный мастер Беларуси Юрий Бовда признается, гончарное ремесло – дело всей жизни. 54 года глина оживает под умелыми руками, ловко превращаясь то в увесистый кувшин, то в миниатюрный сувенир. Творец своих секретов не скрывает. С удовольствием делится тонкостями работы с молодежью. Я хочу достичь того, чтобы керамика не пропускала в лаву. Чтобы с нее можно было пить, кушать. Но при этом, при всем, получаются очень оригинальные рисунки. Здесь получается неповторимо. Если, посмотрите, даже форма одинакова, то рисунок абсолютно другой. И вот здесь каждый человек при своем впечатлении или иллюзиях своих, он увидит свой сюжет по рисунку. А если вы захотите, чтобы я повторил это, это неповторимо. Это эксклюзив. От разнообразия разбегаются глаза. Украшения из бисера, дерева, вязаной игрушки и мыло ручной работы. На любой вкус и цвет приобрести что-то по душе сможет даже самый привередливый покупатель. Творчество своих ребят продемонстрировала и Каменская специальная школа-интернат. Мы привезли сюда на Глушанский Куторок выставку работ. Это все ручная работа. Делают наши детки под руководством руководителей, учителей. У нас есть работы из соломки, из дерева, из флазелина, из пластилина. То есть, кто на что гораст. Аппетитные баночки с медом – мечта любого сладкоежки. Палатка Бобруйского лесхоза – настоящая кладезь полезной продукции. Соты, банны, веники и березовый сок, тушенка из зубра, лося и косули, саженцы деревьев. Ассортимент поражает воображение. Мы рады, что представляем свое лесничество и свой лесхоз на данном мероприятии. Так как здесь собирается народ с окрестностей, с города приезжают люди. Даже есть люди из Минска, из Могилёва. Поэтому рады быть здесь. Глуша – не только живописное место на карте необъятной Беларуси, но и участник государственного проекта «Здоровые города и поселки». Без хорошего самочувствия нет веселья, и жители это подтверждают на собственном примере. Площадка Центра гигиены и эпидемиологии сегодня представлена в нескольких направлениях. Мы пропагандируем цели устойчивого развития. Мы рассказываем про филактики инфекционных заболеваний. И для ребят, которые помладше, площадка активного досуга, где с маленьких лет мы учим ребят здоровому образу жизни. Гости с удовольствием лакомятся национальными блюдами и закупаются у мастеров на ярмарке, и наслаждаются праздничным концертом. Фестиваль в очередной раз наглядно показал – белорусская душа – самая широкая в мире. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова